Технологии меняют мир Как в дружбу Мы гордимся тем, что мы не смотрим телевизор, а получаем всю информацию из тотального интернета Спецслужбы тоже не отстают от граждан, которые хотят получать информацию из сети Не успели мы узнать, что это произошло на мировом уровне Как российские спецслужбы уже попросили у законодателей право отслеживать сетевую жизнь граждан Стоит задуматься Нужна ли мне или тебе частная жизнь в интернете? Вы же не возмущаетесь, что вас перед самолетом раздевают, если им надо Если они переживают, прозванивают, просвечивают и запрещают вам даже водичку взять с собой Потому что это ваша безопасность Существует более 17-18 тысяч сайтов При том, что в начале 2000-х был один аннеда на арабском языке Сегодня на всех языках, где вы можете увидеть рецепты приготовления взрывчатки Как ее закладывать, куда закладывать, расписание самолетов и поездов Как создавать ячейки, как вести себя на допросе Серии фильмов, которые должны вас ввести в мир джихада Мультфильмов для детей младшего школьного возраста Вроде Аль-Кайда на Аравийском полуострове Замечательный голливудского стиля мультфильм Рок и рэп музыки для подростков Сегодня в джихад вас втащат на любом возрасте Нужно ли пресекать такого рода интернет-ресурсы? Да, конечно Найти террориста, торговца наркотиками, торговца оружием Какие-то криминальные бригады, которые используют для этого Педофилы, есть целое сообщество, вскрывают Только таким путем, а как по-другому-то? По всем законам, это, конечно, наступать на свободу человеческую Нельзя И так у нас есть и прослушки, и отслежки, и все, что хотите Но еще влезать в это, это тогда Я ничего запрещенного не пишу, не делаю И ничего запретного Если я хочу рассказать анекдот про Путина, я его расскажу И Путин сам посмеется над этим анекдотом, потому что он человек остроумный Понятно, что это все ляжет на наши с вами плечи Поэтому я готов дискутировать на ту тему Насколько нужно или не нужно проверять информацию, которая исходит от меня Но мне точно кажется, что это не нужно делать за мой счет Наши спецслужбы давно уже все эти моменты делают, не нарушая законодательство А иметь такую возможность и в случае необходимости по решению суда включиться и промониторить любого человека У нас есть такая норма, она определена действующим законодательством И принимается это решение по решению суда Нравится это кому-то, не нравится, но это произойдет, если в этом будет такая необходимость Если вы человек честный, вам вообще говоря нечего скрывать Пожалуйста, я могу свою переписку, свои контакты, свои записи в фейсбуке вообще открытыми и так делать В этом смысле совершенно прозрачно Это было бы оправдано в том случае, если бы у нас было правовое государство Если бы не было нарушений закона в других областях, если бы спецслужбы не шли на эти нарушения закона Ну вот, например, если бы, допустим, спецслужбы с помощью их вот этого доступа к трафику Можно было бы превентивно предупреждать какие-нибудь преступления, например Но этого же нет, мы этого не видим То есть эффективность спецслужб в любом случае равна нулю Есть у них доступ к трафику, нет у них доступа В любом случае это полицейская мера Пожалуйста, отказывайся от этого, езжай, живи в тайге При вот советском режиме, как его называют, тоталитарном и прочее Каждый гражданин Советского Союза и не только Обладал гораздо большей степенью свободы, большими правами, чем сегодня Частной жизни в сети больше нет И, возможно, никогда и не было Давайте еще раз послушаем, что об этом думают наши собеседники Знаете, человек находится постоянно под колпаком Мы должны просто понимать, в каком государстве мы живем Этих людей надо знать Вам вообще, говоря, нечего скрывать Взломанная почта, реальность или пугалка? Пользуйтесь, смотрите, мне не жалко А слушайте его тоже элементарно Это, конечно, неприятно Прослушка в интернете – такая важность Потому что это ваша безопасность Мне это вообще не волнует Иначе нас просто всех не будет Давно уже в России работает прослушка Это такая недешевая игрушка Вот в этой сети паутинная Все мои аккаунты в соцсетях под моей фамилией Какую бы чудь не несли в интернете Ну, в этом я и забрелись, ну пусть люди забавляются У нас в студии депутат Государственной Думы Павел Дорохин Снова, Дон, по-вашему, беженец или мигрант? Ни тот, ни другой Он герой или преступник? Герой, герой Для России или для Америки? Для некоторых патриотических слоев Америки он тоже герой Когда вы в последний раз подслушивали? Я никогда не подслушивала Никогда? Нет А в детстве? У меня не было такой привычки Бог все знает? Абсолютно А спецслужбы? Не все Вы считаете, что прослушка может спасти нас от терроризма и туристических актов? Если это делается целенаправленно по определенной разработке, которую докладывают следственные органы, то да Но вот здесь как раз мы находимся, где грань этот может быть перейдена, где не может быть перейдена В интересах, прежде всего, граждан, рядового гражданина Сложный вопрос С нами был депутат Государственной Думы Павел Дорохин Самые известные люди России спорят по самым актуальным вопросам До новых тем! Субтитры создавал DimaTorzok